Ты когда-нибудь задумывался, как изменится наша реальность, если у нас появятся космические корабли, которые будут путешествовать со скоростью света? Внезапно мы смогли бы отправиться в далекие уголки Вселенной и, возможно, обнаружить другие формы жизни. Оставайся с нами, потому что сегодня мы отваживаемся на великое видение. Сверхсветовая скорость. Возможно ли это? В космосе нет ничего быстрее света. По крайней мере, так утверждает специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, который является чем-то вроде Библии астрофизиков. Практически это означает, что мы никогда не сможем разогнать материю, то есть людей или шумовой корабль до скорости света или выше. Но неужели фотоном так и останется мчаться сквозь пространство со скоростью до 1,08 миллиарда километров в час? Скорость света пока что единственная постоянная величина в космосе. Постоянная, потому что она не изменяет, подобно времени, материи и локомоции материи, своих характеристик в зависимости от точки зрения наблюдателя или экспериментатора относительно. Размеры и расстояния в космосе невероятно велики. Даже самому быстрому космическому аппарату, когда-либо созданному человеком, Parker Solar Probe, потребуется тысячи лет, чтобы посетить нашего космического соседа, систему Альфа Центавра. Если же он продолжит путь к следующей системе, то потребуется еще тысячи лет полета. Если мы, люди, захотим когда-нибудь исследовать Вселенную вблизи, нам понадобятся космические корабли, способные развивать скорость быстрее света. В научно-фантастической литературе такие приводы известны как варп-двигатели. Варп в переводе с английского означает «искажать» или «изгибать». Эти вымышленные двигательные технологии предусматривают изгиб пространства-времени, и космический корабль преодолевает огромное расстояние в космосе за считанные секунды, проскальзывая через пространственно-временную складку. Недавно НАСА объявило о разработке двигательной установки, которая позволит приблизиться к скорости света. Путешествия со скоростью света Так что путешествия со скоростью света могут стать возможными уже до конца этого века. То, как далеко находятся пункты назначения в километрах, годах или часах, больше не будет иметь значения. Космические корабли будут перемещаться по миру, который следует совершенно новым физическим измерениям, не нарушая старых законов. На простом языке это означает, что 100 миллиардов километров или 3 триллиона будут ничтожными величинами для этих приводных лучей. Космическим путешественникам достаточно было бы знать, куда они хотят попасть, ввести координаты в навигатор и отправиться в путь. Таким образом, люди могли бы путешествовать в другие звездные системы, наблюдать с близкого расстояния за космическими явлениями, такими как туманности, звездообразующие регионы и нейтронные звезды. И мы могли бы отправиться на поиски других живых существ в космосе. Даже если бы у нас был один или даже десяток космических кораблей, путешествующих со скоростью света или способных искривлять пространство-время, космос все равно был бы бесконечным. Предположительно, первые пилотируемые межзвездные космические миссии сначала исследовали бы окружающие звездные системы. В системе Альфа-Центавра ученые наконец-то увидели бы своими глазами на Земле, овитаемые ли землеподобные планеты вроде Проксимы Би. Конечно, таким образом можно было бы представить себе и путешествия в другие галактики. Мы могли бы продолжить путь ко всем известным землеподобным экзопланетам. Конечно, такие путешествия по космосу будут сопряжены и с опасностями. Несмотря на варп-двигатель, космические корабли никогда не должны подходить слишком близко к таким явлениям, как черные дыры, чрезвычайно излучающие и пульсирующие нейтронные звезды или близкие к ужасу миры вроде К2-141b. Эти идеи наверняка увлекают тебя не меньше, чем нас. И сейчас мы смотрим, насколько реалистична их реализация в будущем. Действительно ли ничто не может быть быстрее света? Согласно современным законам физики, только электромагнитные волны, такие как свет, радиоволны и гамма-лучи, могут путешествовать со скоростью света через вакуум межзвездного пространства. Волны образуются из частиц, которые не имеют массы покоя. Масса покоя – это масса объекта, когда он неподвижен или движется с постоянной скоростью по прямой. Это, так сказать, приземленная масса объекта, независимо от того, движется он или нет. Например, если ты держишь в руке мяч, то он обладает определенной массой, которая является его массой покоя. Когда ты бросаешь мяч, его скорость меняется, его масса релятивистски увеличивается. Но когда ты останавливаешь мяч и снова держишь его в руке, он снова имеет свою массу покоя. Частицы без массы покоя, помимо фотонов, это гипотетические гравитоны – частицы, ответственные за передачу гравитационной силы. Электроны, нейтроны и протоны имеют массу покоя и подвержены релятивистским эффектам, таким как замедление времени и сокращение длины. Согласно Эйнштейну, они никогда не смогут двигаться со скоростью света. Помимо этого физического тормоза, есть и другая проблема. Чем больше масса покоя объекта, тем сложнее его разогнать. Сейчас ты уже наверняка можешь живо представить, что такой космический корабль вместе с экипажем несет с собой довольно большую массу покоя. Большая физическая проблема с преобразованием варп-двигателя до сих пор заключалась еще и в том, что затраты энергии будут стремиться к бесконечности. Как мы можем обойти Эйнштейна и решить проблему с энергией? Если ты присмотришься к варп-двигателю повнимательнее, то на самом деле речь идет не столько о механическом ускорении космического корабля. Сила вкладывается в искривление пространства-времени. Именно здесь ученые долгое время держали большой палец вниз, говоря, этого не может быть. Но потом, в 1990-х годах, появился человек с расчетами, который сказал, можно. Этим человеком был мексиканский физик Мигель Алькубьери. Он доказал, что варп-драйв возможен без нарушения законов Эйнштейна. Только вот у привода Алькубьери тоже были две маленькие загвоздки. Ведь количество энергии, необходимое для активного искривления пространства-времени, было бы близко к бесконечности, что практически невозможно. А Алькубьери основывал свои расчеты на использовании отрицательной и экзотической материи, что было бы примерно эквивалентно пассивному искривлению пространства-времени. Отрицательная и экзотическая материя – это величины, которые в 1990-х годах практически не изучались. Даже сегодня мы все еще слишком мало знаем об этих типах материи, чтобы эффективно их использовать. Однако мы уже знаем, что они существуют. Этим знанием мы отчасти обязаны работе установки ЦЕРН в Швейцарии. Элементарные частицы и ранее неизвестные формы материи изучаются в Большом коллайдере Халдрона уже 20 лет. Совершенно не исключено, что работа с этими новыми формами материи приведет нас в совершенно новые измерения, в которых в конечном итоге также будут действовать расширенные физические законы. Формулы Эйнштейна могут объяснить далеко не все явления в космосе. Эйнштейновские закономерности могут быть расширены за счет новых реализаций. В этих пространствах, которые пока еще являются здесь новыми и неизученными, могут таиться возможности для более быстрых, чем свет путешествий и других фантастических явлений. НАСА исследует ВАРП-двигатель Один из людей, который был очарован расчетами Аль-Куберия и твердо верит в их реализацию, американский ученый доктор Гарольд Сонни Уайт. В 2012 году доктор Уайт выступил с докладом о ВАРП-двигателе, который мог бы преодолеть расстояние до звезды Альфа Центавра за считанные недели при стоимости, сравнимой со стоимостью среднего автомобиля. НАСА так воодушевилась, что Уайт получил контракт на проведение исследований в лаборатории передовой физики движения НАСА в космическом центре Джонсона. Там уже давно занимались разработкой передовых двигательных технологий для космических путешествий, в том числе тех, которые потенциально могли бы обеспечить полеты быстрее света. Доктор Уайт и многие другие исследовательские группы изучают поведение материи и энергии в экстремальных условиях, тестируют передовые двигательные установки и разрабатывают новые технологии для космических путешествий. НАСА не оставляет сомнений в своих целях. В течение 50 лет лаборатория Advanced Propulsion Physics Laboratory разработают двигательные технологии, которые сделают возможными пилотируемые космические полеты в пределах Солнечной системы и за ее пределами. Успех. Первый варп-пузырь. В 2022 году доктор Уайт и его команда объявили о невероятном. Им впервые удалось создать варп-пузырь в лаборатории. Под пузырем в данном случае понимается поле, которое должно генерироваться вокруг космического корабля, чтобы искрепить пространство-время таким образом, чтобы корабль мог легко взять курс на далекие миры. Это явление было обнаружено в рамках, в общем-то, хорошо известного физики эффекта. В эффекте Казимира потенциал отрицательной энергии создается в крошечном поле между двумя металлическими пластинами. Это поле крошечное. Но открытие доказывает, что такая сила существует. И если между двумя металлическими пластинами есть слабый мини-волновой пузырь, то ученые наверняка смогут в какой-то момент применить это явление к более крупным объектам. Доктор Уайт также разработал концепт космического корабля, у которого есть крылья, теоретически способные создать такой варп-пузырь. В настоящее время I-XS Enterprise пока еще является моделью, но космический корабль может быть испытан уже через несколько десятилетий. Еще один удар гений исключительного исследователя – двигатель, который может путешествовать со скоростью света без использования топлива. М-двигатель или электромагнитный привод генерирует тягу без необходимости внешнего источника топлива. Идея основана на разработке 2001 года, когда ученый Роджер Шойер предложил использовать простые микроволны для генерации тяги. Исследователь НАСА Дэвид Бернс разработал спиральный двигатель на основе М-двигателя, который попал в заголовки газет под названием «Привод Бернса» и в реальности мог достигать 99% скорости света. Практически М-приводы работают, задерживая микроволны в своеобразном корпусе. Изначально отскок создает минимальную тягу, но определенные техники могут сфокусировать эту тягу в огромной степени. Тут некоторые ученые возразили, объяснив, что М-приводы и Бернс-Драйв нарушат применимые физические законы, такие как закон сохранения импульса. В 2018 году в Техническом университете Дрездена были протестированы различные модели М-привода. Некоторые из них продемонстрировали поразительную функциональность, хотя никто так и не смог объяснить, как на самом деле генерируется сила. И именно это обстоятельство в очередной раз указывает на то, что мы знаем далеко не все о возможности генерации энергии. Результаты, подобные этим, мотивируют таких исследователей, как Сони Уайт, и заставляют их продолжать верить в свою большую мечту. В НАСА также настроены оптимистично. На ближайшие 10 лет обещана разработка двигательной установки, которая может существенно изменить дальность космических путешествий. Смогут ли эти значительно усовершенствованные космические корабли достичь скорости света или только приблизиться к ней, на данный момент остается неясным. Первые космические корабли сделали бы возможными во все времена сильно сокращенные путешествия на Марс и в пределах Солнечной системы. Для человечества это было бы огромным шагом, а с остальным мы бы справились. В завершении видео представь себе день, когда первый варп-корабль отправляется в путешествие в космос. Координаты уже введены, но никто еще не испытывал корабль в реальных условиях. Если все пройдет хорошо, то аппарат выйдет к экзопланете, которая, как предполагается, до одури похожа на Землю. Но если ученые просчитались, то космический корабль также может приземлиться в неизвестном месте, где-то в космосе. Ты бы поднялся на борт? Дай нам знать. Мы с удовольствием выслушаем твои мысли в комментариях и пожелаем тебе отлично провести время. Увидимся в следующий раз на Просто Космос.